Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «ГЕВАН». Мы работаем в прямом эфире. В студии сегодня работаю я, редактор Наталья Сметанина, и режиссёры прямого эфира Катерина Голикова и Мария Новгородова. Ещё раз напомню нам, номера прямого эфира – это 320066, 321166. Также вы можете нам написать по номеру ватсап 8-964-428-8818. Тема нашей сегодняшней передачи – это кочевое образование. И сегодня у нас в студии гость Наталья Васильевна Ситникова, руководитель Центра кочевого образования Федерального института родных языков народов Российской Федерации. Доброе утро, Наталья Васильевна. Здравствуйте. Наталья Васильевна, кочевое образование, что под этим подразумевается? Что обозначает название кочевое образование? То есть люди кочуют, образовываются, детей учат или как? Вы можете рассказать нам о Центре кочевого образования и о тех функциях, которые вы сегодня выполняете? Ну, хорошо. Во-первых, нам нужно определить было, что такое кочевое. И второе – это какое образование там должно быть. Ну, кочевой образ жизни у нас уже вошел в законодательство Российской Федерации. И поэтому мы можем говорить, что у нас может быть и кочевое образование. Слово кочевой, оно означает передвигаться с места на место, перемещаться. Оно используется в научной литературе и в практике жизни. В некоторых регионах, как Ямал, они говорят «кослаем». Кослать, значит, у них кочевать. Но мы придерживаемся больше этого термина. То есть родители ведут кочевой образ жизни, и с ними дети кочуют. Вот это и называется кочевой образ жизни для детей, которые ведут его с родителями. И, конечно, если они круглогодично или сезонно находятся не в школе, вне поселков, то там нужно организовать образование. Образовательный процесс. Процесс, да. Должны быть учителя, воспитатели. И мы должны образовывать не только школьников, но и дошкольного возраста начинать. Но сейчас у нас еще в перспективе же, чтобы у нас была возможность получать основное, среднее и профессиональное образование в кочевых условиях. Это такая возможность должна быть предоставлена в рамках такой идеологии непрерывности образования. Ну, в любых условиях, вне зависимости от места проживания. Что нужно для того, чтобы получить образование кочевой, кочевой школе? Ну, должны быть, конечно, созданы условия для этого. Должны быть олени, родители, которые кочуют, работают в стадах, и кочевые семьи с детьми. И тогда образовательные организации, которые находятся в районе нахождения вот этих вот кочевых семей, должны организовать для них образование в очной, заочной, в заочной, или разрешить им семейное получение образования. Формы бывают смешанные, сезонные, круглогодичные, кратковременные. То есть много разных форм. Мы выделили где-то 6-7 моделей по всей Российской Федерации, какие есть. Наталья Васильевна, сколько по России сегодня кочевых школ и сколько у нас в Якутии, в республике? Так, я сперва скажу, сколько у нас кочевых семей. Поскольку это главная опора наша, их почти 5000 кочевых семей. Это по России. По России. В основная часть, где-то 80%, это в Ямало-Ненецком автономном округе. Далее еще есть 8 регионов, где есть оленеводство, рыболовство, охота, и где дети выезжают с родителями. То есть всего у нас детей в кочевых семьях около 7 тысяч. Это большие цифры для нашей страны, поскольку у нас все же традиционный уклад не везде сохраняется, а большей частью в арктических территориях нашей большой России. Ну, есть и на юге, это Амурская область. Там есть традиционная одна кочевая школа, и она успешно сейчас работает тоже. Значит, можно сказать, что развитая сеть кочевых школ у нас в России? Она постепенно расширяется. Я помню, что вначале, когда мы обозначили вот эту тему, как кочевые школы, было у нас всего 4 школы. Первая самая, это вот Оленюкская, Харьеллахская школа организовала кочевую группу. Она называлась Кенюликен, кочевая школа Кенюликен. Директор и учитель Кириллова Клара Васильевна. Далее пошли у нас Момский район. И потом уже вот к этому времени у нас сейчас официально 24 образовательные структуры, которые находятся в условиях кочевья. Кроме этого, есть еще кратковременные дошкольные группы, кратковременные там кочевые лагеря. Мы их в это число не учитываем, но где-то вот 400 детей находятся в кочевых условиях. Для них вот и как раз организуется процедура. Но можно было бы и больше охватить, если бы у нас была достаточная нормативная правовая база для этого. То есть не подкреплено законом, да, это образование? Подкреплено только на региональном уровне. Есть отдельные законы. Вот наш инициатор — это Республика Саха-Якутия, которая при поддержке Государственного собрания Ильтумен, тогда был председателем комитета Кривошапкин Андрей Васильевич, потом позже Голомарева Елена Христофоровна, а министром Федосио Васильевна Габуша. Вот в этот период и был принят закон о кочевых школах. Далее уже на нашем опыте принимали свои законы или разделы в законах об образовании региона. Регионы такие, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, ну и другие. Но в целом проблема не решена, поскольку у нас есть федеральные органы контроля и надзора, которые принимают во внимание только федеральные законы. И, конечно, есть у нас позже надзор, санитарный надзор, другие органы, которые контролируют и не выдают лицензии отдельным организованным структурам. Лицензии имеют только базовые школы. И они как раз организовывают структурные подразделения. Вот такая практика. Наталья Васильевна, насколько сложно сегодня, допустим, родителям, у которых маленькие дети, организовать такую школу? Вот они кочуют, любят это дело, живут в тайге, детей с собой возят до определенного возраста, конечно. И вот мать имеет образование педагогическое, возможно, или какое-то. Может ли она сама себя оформить учителем? Что для этого надо, чтобы детей своих учить? Есть несколько способов для этого. Но я хочу сперва сказать, что у нас 2000 детей до школьного возраста кочуют без всякого образования с родителями. Вот для них это как раз актуально очень, поскольку мать, как вы говорите, должна иметь образование дошкольного воспитателя. Тогда она может спокойно оформиться воспитателем в дошкольной образовательной организации, получать там заработную плату, консультацию, методическую помощь. Таких форм у нас достаточно. Даже в нашей республике есть, в Оленёкском районе, в Хары-Ялахе. Есть дошкольная группа известная, организованная, она уже второй год работает. И как раз там нужны воспитатели. То есть никто со стороны не поедет в чужую родовую общину работать воспитателем. У нас как-то это не принято. А в Ямале, например, ездят вахтовые педагоги. Вот это вторая форма, когда он выезжает кратковременно на летний период, на какой-то сезон. Например, один раз в неделю выезжает. Вот такая форма дошкольного образования. Но это, я считаю, что не очень полноценная форма. Но мы должны стремиться к тому, чтобы наши чумработницы, матери, сёстры, родственники, которые работают в кочевой родовой общении, могли получить образование. В связи с этим мы как раз такую работу провели. И у нас в прошлом году уже две чумработницы поступили в Якутский педагогический колледж на заочное образование. То есть был оформлен контрольный целевой показатель. Это как задание педагогическому колледжу подготовить дошкольных воспитателей для кочевых условий. Это такая специальная программа должна быть. И в этом году уже Министерство образования и науки собирает заявки. То есть органы управления образованием муниципалитетов, где есть такие дети в кочевых семьях, могут такие заявки направить и их подготовят. Очень удобно было бы, чтобы могли получить такое образование педагогическое и уже работать в школе. Да, они могут также получать субсидии, как индивидуальные предприниматели. Но это очень редко, но есть. То есть теоретически они могут не быть даже педагогами, а оформленными индивидуальными предпринимателями, получать субсидии на уход и присмотр своих же детей. Это очень здорово, да. Наталья Васильевна, а где вот это можно все посмотреть? На каком сайте или на каком портале? Ну, в этом году мы подготовим комплект примерных локальных актов регионального уровня и муниципального уровня в помощь. Потому что мы поняли, что очень трудно оформить. Сейчас у нас есть методические рекомендации, которые мы разработали и довели до нормативной реформы. То есть Министерство просвещения Российской Федерации своим письмом направило для использования в работе в регионы в конце прошлого года. Так, это такой документ есть. Кроме этого, все равно будируется вопрос о том, чтобы принять именно специальное дополнение к закону об образовании. У нас же есть, например, образование для кадетских школ, для спортивных и так далее. То есть такое же может быть и учтено в законе об образовании Российской Федерации. Регионы на этом настаивают. Я знаю, что в апреле этого года будет выездное заседание Совета Федерации. Наши депутаты очень активно поддерживают этот вопрос, всегда будируют. Например, я знаю, что Александр Константинович Акимов постоянно этот вопрос держит на контроле. Я думаю, что работа будет доведена общими усилиями до логического завершения. Тогда можно будет просто при желании спокойно открыть такую школу. Спасибо, Наталья Васильевна. Уважаемые радиослушатели и телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете подключиться к нам через какое-то время по номерам 32 00 66 32 11 60. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. Сегодня мы говорим о кочевом образовании. И в студии у нас гость Наталья Васильевна Ситникова, руководитель Центра кочевого образования Федерального института родных языков народов Российской Федерации. Доброе утро еще раз, Наталья Васильевна. Доброе утро. В первой части нашей передачи мы говорили о принципах кочевого образования, о том, как оно строится, строится это образование, что для этого надо. И остановились на том, что очень много на самом деле можно родителям и учителям, желающим работать в кочевом образовании, найти выход из ситуации и найти приемлемый для себя способ работы. То есть это или ЭП, или учитель, или конкретно вахтовый метод, или сезонный. И у меня вопрос такой. В программе «Учитель Арктики» есть ли возможность, есть ли набор, есть ли вакансии учителей кочевых школ? Вакансий нет, потому что зависит же от того, есть ли заявка от родовой общины. А если родовая община хочет, чтобы дети были в стадии с родителями, и там был с ними учитель кто-то из своих членов, то это будет обеспечено, конечно. И будет заявка тогда уже дальше на управление образованием, с управлением на министерство образования. Но как бы сейчас вот такой свободной вакансии, я не помню, чтобы было. — Заявки не было. — Да, заявок нет. Но родители, может быть, не очень думают, что это хорошо, условия очень трудные. Мы же про это еще не говорили, потому что материальное обеспечение, конечно, оставляет желать лучшего. — Как правило, оленеводы в тайге живут не в домиках и не в домах, а в зимних палатках, возможно. Потому что им приходится кочевать за оленями, менять пастбище. И, естественно, детям в таких условиях, конечно, сложно расти и учиться. — Насколько я знаю из моей практики, то есть зимние базы. Вот там наши ставят, например, модульные блоки. И Министерство образования и науки Республики Саха этими блоками обеспечивает по мере потребности. Есть те школы, которые, например, закрываются, как у Таинской, например, кочевая школа. Она закрылась в связи с тем, что дети все переехали в Зырянку. И получается, что этот модульный блок можно уже другим забрать. Также эта программа, я думаю, будет продолжена, потому что в других регионах это активно используется. — Да, я смотрела про модульный блок этот. На самом деле почти двухкомнатная квартира благоустроенная, как бы, да. И есть возможности обучать. Но это стационарно на зимних пастбищах можно ставить, потому что... — Да? — Но, с другой стороны, в горах, в горы его не увезешь. — Нет, только, конечно, на базах. В летнее время, я знаю, например, в Ямало-Донецком округе они обеспечивают 40 оленей шкур, 20 оленей и так далее. Конкретно по перечню у них утверждено, что должно быть в кочевой школе или в кочевом дошкольном садике. То есть хорошо было бы и в нашей республике такой перечень принять, чтобы муниципалитеты на него ориентировались. Я знаю, что нужно кочевым школам. Они мне пишут. Мы этот вопрос ставили неоднократно перед разными руководителями. И я думаю, что в конце концов эти расходы должны быть учтены в нормативах и должны быть реализованы через программы. Сейчас же у нас есть еще возможность работать через интернет. То есть на зимних стойбищах, на базах это вполне возможно. И это есть у нас. То есть должны быть, а еще оснащены они спутниковым интернетом и компьютерным оборудованием. Спутниковый интернет сегодня уже это реальность, реалии жизни. Это можно организовать, но очень тяжело с топливом обеспечить бесперебойную работу этих ноутбуков, компьютеров, чтобы подключаться к сети. Электричество надо. Сейчас есть разные технологии, как смешанная форма. Они могут загрузить в ноутбук все программы по всем предметам и перейти на индивидуальный учебный план. Это касается детей, которые из основной школы, старше пятых классов. У них много предметов. И, например, их учительница, она одна уже получает право быть тьютором. На это тоже нужно пройти соответствующую квалификацию, курсы пройти. И тогда она может преподавать с помощью образовательных комплексов в ноутбуках. Но есть разные новые технологии, кстати говоря, получения энергии. Это нужно пропагандировать. Я видела такие, которые на печке там аккумулируются. Солнечные батареи. Солнечные другие. Но это уже не из области фантастики. Это можно применять. И, конечно, члены родовых общин тоже хотят быть в курсе и получать государственные услуги через интернет. Поэтому их, наверное, тоже должны в эту систему включить. Да, было бы неплохо. Наталья Васильевна, если мы заговорили о процессе образовательном, то, естественно, нужны пособия учебные, программы для учителя, учебники детям, в конце концов, чтобы они работали, полноценно получали знания. Кто разрабатывает такие пособия сегодня? Насколько школа обеспечена? Если говорить о кочевых школах, допустим. Да, когда наш центр организовали, то, конечно, мы сперва проводили научно-исследовательскую работу. Изучали основы, как всё где устроено, и подготовили рекомендации. В этом году мы будем как раз разрабатывать учебно-методические материалы. И мы думаем, что это будут учебные пособия, комплексы электронной поддержки. И, конечно, мы будем проводить курсы повышения квалификации, семинары для педагогов. Вот по этим темам. По организации кочевого образования на местах. И хочу сказать, что для чего кочевые школы ещё должны поддерживаться? Потому что там как раз есть родной язык, должен быть сохранён в естественных условиях. И это одна из главных целей кочевого образования, чтобы наряду с традиционным укладом жизни сохранялся родной язык в местах. Вы знаете, что 80% детей основной школы учатся в школах-интернатах, да? В всей Российской Федерации. То есть они в некоторых регионах даже с двухлетнего возраста попадают в такие интернаты. И они вынуждены забывают свой уклад. И общаются с родителями только летом. И, конечно, там нужно догонять их по языковой подготовке и по традиционным знаниям. Для этого нужны вот такие специальные пособия по традиционному укладу, чтобы они во время зимней учёбы тоже не забывали. То есть кочевое образование, оно не только именно в кочевых условиях, но ещё, мне кажется, захватывает тех детей, которые выезжают летом к родителям в стадо. Потому что зимой-то они не должны забывать, для чего их родители там находятся. С другой стороны, многие учёные говорят, зачем сохранять вот этот доисторический, как бы древний способ жизни. Но мы думаем, что каждый уклад жизни имеет право на существование. Люди счастливы, что они там живут. Дети тоже очень довольны тем, что они свободны, они двигаются много. Они получают знания именно из окружающей жизни. И поэтому вырастают более самостоятельными, более приспособленными к различным изменяющимся условиям. К экологии относятся бережно и так далее. Это очень много плюсов кочевого образования. И народная педагогика тут же, да? Да, конечно. Они получают в полной мере то, чего лишены в посёлке, в Наслеге, или в крупном райцентре, или в интернате. Наталья Васильевна, у вас была возможность выехать куда-нибудь в школу за это время, посмотреть, как они работают на примере какой-нибудь кочевой школы? Ну, практически я до этого работала, когда в Министерстве образования мы посетили почти все школы. То есть я была даже дважды в Нижнеколымском районе, в чукотской кочевой школе, Нутенли, когда у нас был проект ЮНЕСКО, когда как раз вот это всё развивалось, мы очень много ездили. В Оленёкском районе тоже были вот в кочевой школе Хар-и-Аллахи. Наши специалисты были в Улахан-Чистаев, Тополином. То есть мы прекрасно знаем, что там делается. И мы неоднократно были в Салихарде, знаем, как работают в Ханты-Мансийском автономном округе. К нам приезжали учителя из Амурской области, вы помните, наверное, да? То есть здесь как бы опыт совершенствуется в сторону цифровизации, во-первых. Потом, во-вторых, что очень много у нас появилось дошкольных групп, чего не было ранее. В связи с тем, что дошкольные стало обязательным почти для детей чуть ли не с двухмесячного возраста. Поэтому вот в эту сторону развивается кочевое образование. То есть сегодня нужны только дети и родители, которые желают, чтобы их дети кочевали вместе с ними в тайге и получали образование? Да, но всё равно нужны финансовые средства для того, чтобы обеспечить их. Потому что это не дешёвое мероприятие, чтобы они должны быть обеспечены транспортом, снегоходами. Далее, вот я сказала уже, спутниковое оборудование. Кроме этого, там дизель, генератор. Ну, для обеспечения очень много нужно средств. И откуда эти средства? Эти средства, они должны быть заложены в нормативах. Они частично заложены, например, на заработную плату учителей, заложены в нормативе. У них коэффициент есть определённый к нормативу на одного ученика. Обычно это очень малочисленные школы и малочисленные дошкольные группы. Но на муниципальном уровне, к которому относится как раз это обеспечение, ГСМ и так далее, вот это не всегда учитывается, конечно, в полной мере. У них своих много расходов. И поэтому есть такие предложения, чтобы именно вот эти кочевые школы и садики, они были на государственном обеспечении и перешли бы полностью в полномочия на региональный уровень. Но это можно сделать только в рамках программ, потому что у нас всё же разделение полномочий всё равно есть на федеральном уровне. То есть, чтобы сами родовые общины не несли такие большие затраты, да? Да. Получается, что так, да. Родовые общины сами, они не могут нести такие зарплаты большей частью. Спасибо, Наталья Васильевна. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. До встречи через некоторое время. Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, можете задавать вопросы по нашей теме «Кочевое образование» по номерам телефонов 3200-66, 3211-66. И Наталья Васильевна Ситникова, руководитель Центра кочевого образования, даст ответы на все ваши вопросы. Наталья Васильевна, недавно я в интернете прочитала про образовательный портал. Очень интересная тема. Меня это очень заинтересовало, на самом деле. И хотелось бы узнать, когда портал заработает полную силу, и у нас появится возможность присоединиться к работе портала. Вопрос поступил, Наталья Васильевна, извиняюсь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня один вопрос вот такой. Как этот человек малонациональности свою подтвердить так? на него сейчас аренд, и не может он... Спасибо, я поняла. Спасибо, я поняла ваш вопрос. Это про реестр, видимо, да? Да. Для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к какому-либо коренному малочисленному народу, ВН, ВН, Чукчу, Кагиры, Далганы, то у вас на руках должно быть свидетельство о рождении, в котором указаны родители, один из родителей должен быть указан, или оба родителя. Если такого свидетельства нет или утеряно, то через суд надо восстановить свою принадлежность. Такой практики тоже есть. И суд выдает справку о том, что вы являетесь... Доказываете, что вы являетесь представителем какой-либо национальности. К этому можно еще добавить, вот, да, как регистрировать детей. Например, если кочевая семья, то дети все регистрируются в этой семье. Откуда мы знаем, сколько детей кочевых, вот, как раз из этого регистра. Они прикрепляются к ближайшим муниципалитетам. Хорошо. Наталья Васильевна, если говорить о портале, расскажите, пожалуйста, когда все-таки он заработает полную силу, и у нас будет возможность приобщиться? Этот ваш вопрос связан с тем, что наш институт занимается как раз родными языками, да, коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока. Ну, среди родных языков Российской Федерации. И получается, что вот эта вот идея, она была предложена по проекту «Дети Арктики». «Дети Арктики» обсуждались очень много, и инициаторами как раз была Республика Саха-Якутия. И, конечно, вот два основных предложения были приняты Федеральным Министерством Минвостокразвития, и как раз это создание образовательного портала и поддержка языков коренных малочисленных народов Севера. Извиняюсь, перебиваю, у нас вопрос в студии. Алло? Сорвался звонок. И поэтому я хочу сказать, что мы ранее не занимались как Институт национальных школ разработками учебников. Это было организовано на конкурсной основе Министерства образования. И поэтому это было, конечно, можно сказать, отступлением в государственной политике, потому что просто так создать учебник, учитель, работая на своей работе или автор, преподаватель, это очень трудно. И поэтому Институт национальных школ ранее специально занимался разработками учебников. А сейчас по государственным заданиям будет общественно значимое мероприятие как разработка учебников и новых технологий, инновационных технологий, то есть электронных, для обучения языкам. Мы провели специальный круглый стол, учебники и проекты, инициативы, чтобы узнать, что же у нас делается в республике в этом плане. И получили очень огромный интерес и желание около 60 участников со всех арктических наших и северных районов республики. И там мы увидели так много интересных проектов. Это наше учреждение, дополнительное образование, активно в это включились. Нам очень понравилось, всех заинтересовала эта работа жигантского управления образованием. Наталья Васильевна, извините, перебиваю. У нас вопрос в студию, да? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить, ну вот у него по национальности паспорте все записано, если рождения нет, есть, но он не записан в малой национальности. Куда в городе Яковска обратиться? На Чернышевского 14, Министерство по делам Арктики народов Севера, можете обратиться, там специалист принимает. Чтобы попасть в реестр, вам надо будет обратиться в это министерство. Еще один вопрос. Алло? Алло, добрый день. Добрый день. Вот у меня, например, я, например, сама Эвенка, да, а сына нет. Он подходил на Чернышевского и там сказали, что надо обратиться в федеральные органы, где-то там. В ФДН, ага. Собрать пакет документов определенных через, там есть список, можно найти на сайте министерства. И об этом, этому мы посвящали целую передачу, как оформлять. Там все прозрачно. Если вы в Эвенке, записано у него в свидетельстве, как Эвенка, то проблем там я не вижу. Ему можно оформить. Спасибо. В связи с этим, вот смотрите, у нас ведь коренные малочисленные народы сейчас легализируются, включаются в реестр, а многие ли из них знают свой родной язык? Вот вопрос, да? Мы должны для этого создать условия. Поэтому должны быть учебные пособия, учителя, которые преподают этот язык, и он должен изучаться прямо до школьного возраста. Вот про Жиганский район я начала говорить. Как раз они разрабатывают различные новые формы, как комиксы. Всем так понравилось, там Иванов Сандал, преподаватель, ведет такой специальный кружок. И как раз вот такие комиксы, мультфильмы, интерактивные формы обучения родным языкам, они и будут на портале. Это одна из концепций образовательного портала, что там будут интересны детям. Там будут разделы детские, взрослые, также будут такого познавательного краеведческого характера. То есть мы в этом проекте тоже будем участвовать, как держатели различных образовательных программ. Мы же и пишем учебники, я сама руковожу коллективом по созданию МК по икогирскому языку, тундриному. Если человек хочет себя идентифицировать как представителя коренного малочисленного народа, ему обязательно надо учить язык, знать историю, культуру своего народа, а не просто где-то на бумаге записываться Эвеном или Эвенком или Чукчей. Да, конечно, для этого как раз нужны условия обучения не только в школе, а портал, он будет открытый для всех. И там можно будет тоже самостоятельно изучать свои языки. Это будет портал на 15 или на 17 языках, в том числе на языках народов, которые живут в нашей республике. Это было бы просто очень замечательно, чтобы любой человек из любой точки мира мог войти в всемирную сеть и учить язык, разговаривать, общаться, узнать что-то новое о своем народе, которому он принадлежит. Да, и эту работу будет координировать отдел, который специально создан в нашем институте, руководитель отдела Алиханова Фаина Матвеевна. Она сама автор учебников эвенкийского языка, очень активный общественник, председатель Ассоциации преподавателей родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поэтому она, я думаю, что вот эту работу будут активно вести и пропагандировать. — Все-таки хорошо, что сегодня время не стоит на месте, все развивается динамично очень, и у нас есть возможность через интернет, через сеть, какие-то аккаунты выходить и общаться, разговаривать, присоединяться к работе. Наталья Васильевна, а сколько человек, допустим, ЭВНов или учителей ЭВНов в нашей республике привлечено к созданию учебных пособий и учебников. Вы можете так навскидку сказать, или это по желанию, или какой-то обязательно отбор надо пройти, чтобы стать АСА-автором? — Вот сейчас мы, например, посмотрели, кто чем занимается, у кого какие есть разработки. И, конечно, в первую очередь обратили внимание на эвенкийский язык, поскольку там у нас есть авторские коллективы в экспериментальной школе-интернате Артика Макару, Клавдина Кентьевна там работает у нас, ну и молодые преподаватели есть. Кроме этого, в Виенгрии, конечно, есть авторы, которые могут, ну уже план свой включили, разработки эти, будут этим заниматься. То есть вот по эвенкийский язык. Кроме этого, у нас есть долганский, в единственном селе, в посёлке Юзюнхая, Набарского района. Хотя долганский язык у нас стопроцентно обеспечен в соседнем округе, но наши считают, что у нас есть особенности республики, и поэтому с этого года будут вестись как раз разработки по литературному чтению и по долганскому языку для якутской школы. Есть у нас чукотский для якутии, и есть ещё какой? Эвенский. Эвенский и два юкагирских языка. Ну вот, по мере поступления заявок от авторов потенциальных, конечно, с ними будет проводиться работа. Сейчас вот юкагирский активно мы будируем, у нас уже почти готов целый комплект с первого по четвёртый класс впервые в истории со времён советской власти не было, кстати говоря. И то же самое по юкагирскому, лесных юкагиров, по языку лесных юкагиров. Первая буква делается на наших глазах. То есть это... Исторический момент, как хороший. Тем более молодописьменные народы. Спасибо, Наталья Васильевна. Уважаемый радиослушатель, у нас сегодня была руководитель Центра кочевого образования Института родных языков народов Российской Федерации Наталья Васильевна Ситникова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова